И все, привет, ребят! С вами Старванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик я хотел бы посвятить уже состоявшемуся Хэллоуину, подвести какие-то определенные итоги, открыть те контейнеры, которые я наловил, ну и плюс открыть ультраконтейнеры, которые получил с заданочек. Сегодня, ну так, больше, наверное, разговорный будет видос, ну и плюс там под конец уже будет открытие контейнеров, я не знаю, должно быть, по идее, быстро, не буду я там особо затягивать. Если уж подвести итоги Хэллоуина, то это один из немногих праздников, который мне понравился за последнее время, и я, честно говоря, даже не ожидал такого, что праздник будет для меня, наверное, интересен. Все последние праздники, которые были на ивентах, связанные с именно большими праздниками, а не обычными выходными, да, мне не заходили, я не знаю. Какая-то шляпа была, какие-то были движения, которые я не поддерживал, и у меня не было никакой мотивации и желания. Но этот Хэллоуин оказался очень даже успешным. Понравился довольно большому количеству игроков в игре. Онлайн в игре превысил 17 или даже 18 тысяч онлайн, что в последнее время такого, ну, вообще, можно сказать, не было. И это уже довольно неплохой показатель для той игры, у которой онлайн был 10к в последнее время, и он вообще, по сути, не поднимался. Тут 18-ка, да, понятное дело, что большинство зашло тех старых игроков, которые играли, да, раньше, и, возможно, им понравился Хэллоуин, они будут там заходить. И в этом плане, конечно, разработчики хотя бы не обосрались, сервера довольно неплохо стояли. Если честно, что касаемо ЧМО 5 клиента, я думал, что сервера будут там падать, будут лаги какие-то, еще что-то. Но было все довольно неплохо. Даже в пике на флэше, может быть, это там что-то подлагивало, но на этом HTML все было более-менее стабильно, нормально и без проблем. Что касаемо моих пойманных голдов, то я поймал свое рекордное количество. Если мне память не изменяет, да, то больше голдов я никогда не ловил за такой промежуток времени, за 2 дня. Я поймал почти там 300, около 280 золотых ящиков. И, по сути, мог бы поймать, наверное, еще бы больше, если бы у меня не было бы каких-то определенных своих дел. Но праздник зашел, я играл вообще, по сути, на одном вооружении. И это тоже для меня как-то стало удивительным, наверное, в какой-то степени, что мне не надоело оно. Мне заходило ловить голды и фармить, да. То есть, если изначально, например, на ЗЛПшке я, когда только-только, можно так сказать, начал играть на Хэллоуине, я начал играть на Хантера Жиги, думая, что это вооружение будет нагибать. Но потом, когда я переоделся на Мамонт, то там все понятно сразу стало, что лучших корпуса, по сути, нет. И это просто дикое имбища, на которое вообще на языкаточке можно ловить все подряд. Плюс немножко уже приспособился к тому, как там летят эти метеориты. Потому что в первый день я как-то не смотрел на то, с какой стороны там падает, знаете, этот метеорит, откуда его лучше ловить, как там подстраиваться. То в последний день уже там и подстраивался довольно жестко, и там уже под конец даже настолько было легко ловить голды, что уже даже скучно становилось. Потому что на протяжении всего праздника, когда ты играешь на стримах, то тебя где-то там кто-то фокусит, кто-то сливает в спину. А потом уже когда, как бы, никто не начинал мне мешать, уже даже как-то скучновато, если честно, было. Что вроде как ты думаешь, что сейчас тебя будет кто-то фокусить, а хоп-хоп, и никто тебя даже не трогает, никто не фокусит, никто не мешает. И ты забираешься на таком изичьей голды, что даже кажется, что типа, блин. А вообще так легко, вообще так просто. Почему так неинтересно? Ну и, конечно же, мне понравилось то, что добавили вот эту вот карту, платошечку, да, из вот этих трех карт, которые были. Я так понимаю, там одна карта была 2017 года Хэллоуина, одна вроде как там 18-го. И вот эта вот 2013 года платошечка, на которой я в то время тоже играл довольно много. У нас тогда-тогда еще тоже своя определенная там конфа была, свои определенные движения были. Тогда, кстати, голды были, если я не ошибаюсь, тоже по 3000. Было тоже в этом плане очень круто. И, ну, удалось ним неплохо так поностальгировать, вспомнить те времена, те, даже тот же гараж верхний, на который мы 7 лет назад залазили. И это тоже дарило свои определенные какие-то эмоции. Ну и, понятное дело, что маленькая карта, где собирается 16 игроков, это реально неплохое мясо. И там, ну, на такой рубке, как бы, происходят самые интересные сражения, как по мне. Если уж сравнивать эти три карты, то платошка была, как по мне, максимально идеальной. И даже если бы из этих бы трех карт просто бы сделали бы одну платошку, я был бы очень даже доволен. Но так как были три карты, да, то есть кому-то какие-то свои карты заходили, мне больше зашло плато. И если бы, например, этого бы плато не было, то я думаю, что у меня бы впечатление об этом празднике было бы немножечко другим. А так как платошка была, то мне вообще все очень даже неплохо таки понравилось. Я надеюсь, что ближайшие ивенты какие-нибудь, ближе там к Новому году, например, тоже будут довольно интересными. Ну и надеюсь, что то самое обновление, которое будет уже в ближайшее время, оно не останется у нас в игре, там какие-то эксперименты будут. Ну, короче, вы знаете. Ладно, все, друзья. Давайте уже потихонечку, я думаю, что переходить к открытию контейнеров. Поностальгировали, пооткрывали, посмотрели. А теперь уже можно полноценно приступать к открытию всему тому, чего я накопил, чего я набил. Этих метрецов, кстати, я забыл сказать. Ну, вообще там изикаточку убивать, я не знаю. У меня они попадались очень часто. И я даже как-то особо не акцентировал на этом внимание. В общем и целом у меня будет 6 ультраконтейнеров. Ну и в так же общем и целом я еще, ко всему прочему, 28 контейнеров наловил. И это очень даже неплохой результат за 2 дня. При том раскладе то, что... Ну, мог взять, конечно, там 50, наверное, если не больше. Но там какие-то тайминги, знаете, бывает. Там одна секунда до спасателя. Еще что-то там не повезло, не фортануло. И все, GG, короче. Открываем на HTML. Я, конечно, не сторонник открытия контейнеров с этого клиента. Но ладно, короче, откроем. Я не хочу уже перезаходить никуда. Буду надеяться на то, что хотя бы что-то здесь дропнет. Буду открывать по единичке. И вроде как там по тактике надо на Z нажимать, да. Чтобы быстро открывать. Ну и посмотрим, что мне вообще упадет тут с тех контейнеров, которые я полноценно своим честным трудом заработал. Пока 3,5 тысячи кристаллов. Но кристаллы это хорошо, кстати, по кристаллам. Оп. Устройство какое-то. А, нет. Это предпоследний эффект. То есть осталось еще один эффект и все больше эффектов нету. Что касаемо кристаллов, я нафармил очень много. Где-то около 600, 700, 700, 700 тысяч кристаллов я заработал. Это довольно хороший показатель за 2 дня при этом раскладе. То, что я там особо на киллы, знаете, не играл. Ловил голды. И эти кристаллы послужат на прокачку дронов. Которые сейчас там уже качаются по 13-14 шаг. И они там хавают уже очень много гриб. Поэтому кристаллы все уйдут в нужное русло. И это очень будет хорошо в этом плане. Поэтому все, давайте открывать. Один фиолетик есть. Тоже неплохо. Но было бы неплохо, конечно, еще. Почему я не дропнуть одни вот эти 125 мин, которые я говорил, что я, например, там не взял контейнер. А, и ты что там 125 мин не взял? Ничего страшного. Так, тут мне одни 125 мин, походу, и падает. Контейнеры, конечно, открываются максимально быстро. 5 голдов. Ну, 5 голдов тоже неплохо пойдет. 125 ускорения. 15 еще есть, нормально. Сейчас, когда только 15 пропадет, тогда понятно будет, что уже половину открыл. Из того, что мне было так. 15 до сих пор горит. Серьезно? Я еще так мало открыл, что ли? Мне так кажется, как будто я так быстро открываю, как будто там уже ничего не осталось. Не знаю, открываются, открываются контейнеры. По красоточке, по красоточке, летим, 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 летим. Как бы ничего не падает. Хоть бы кри падали бы, но что это такое? 125 аптечек. Мне аптечки со спасателей падают. А, так уже 2 контейнера осталось. Офигеть. А что там, 15 тогда горит? Ну и ладно. Короче говоря, я бы не сказал, что мне что-то крутое упало. Да? Но я, наверное, и не надеялся, что с этих контейнеров что-то будет годное падать. Одно устройство, ой, не устройство, а эффект выпал. И на этом спасибо, так сказать. Так, ускорение. Ну, давай хоть тут, может, что-нибудь. Опа, защита от пожога. Ну, хоть что-то. Ну, хоть не все белые, меня уже это радует. Да, все, теперь тут все беликом. Пофиг, короче. Да, все белые. Да, ничего страшного. Или еще один. Хочу еще один. Откуда? Все. Вот такое вот открытие. Вот такие вот у меня сложились впечатления о данном празднике. Пишите, что вам преподнес данный Хэлвин. Понравился ли вам он? Сколько голдов вы поймали? Что запомнилось? Что понравилось? Что не понравилось? Для меня этот праздник, наверное, один из немногих, который за последнее время мне реально зашел. И даже если сравнить с тем же днем рождения ТО, то там было, ну, такое-се, ну, такое-се, конечно. Единственный Хэллоуин можно сравнить только с 1 апреля, вот где реально тоже есть определенный крутой интерес. Ну, а Хэллоуин был вот такой вот интересный, как по мне. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok